Поздравления сотрудники музея начали принимать с самого утра. Одним из первых любимое учреждение культуры посетил глава города Анатолий Пахомов. Как и положено, в день рождения мэр прибыл не с пустыми руками. В музее он подарил редкую книгу об олимпийском наследии Сочи и фотоальбом с видами города. А сотрудникам Анатолий Пахомов вручил медали и грамоты за трудовые успехи на благо города Сочи. Я никогда не думала, откровенно говорю, что вообще так глава может интересоваться историей и так внимательно относиться к своему учреждению культуры. Это впервые вообще за всю историю, Игорь Николаевич. Поэтому вам огромное спасибо. Свой подарок юбиляру приготовила и телекомпания ФКТ. Музею передали большой архив исторических программ о событиях и выдающихся жителях города. Это своя телевизионная история курорта. К слову, эти передачи появились в эфире именно благодаря многолетнему трудотворному сотрудничеству нашей телекомпании и музея истории города-курорта Сочи. Дома, в котором живет история, нас связывает своя история. Это не история, это целый роман любого. Он длится не 95 лет, но чуть-чуть меньше, ну лет 15 или 20. Ведь программа «Однажды в городе С», которая дать сегодня действительно знаете из города, она существует не очень давно, она существует лет 5 всего. А до этого были еще другие программы, были «Дорогие мои старики», «Поконимся в Великим Великим Годам», была программа «Семья». И все это единое проекты, кроме семьи, мы делали совместно с музеем истории города-курорта Сочи. Ежегодно музей посещают более 100 тысяч человек, экспозицию обновляют регулярно. Как утверждают сами сотрудники музея, немалая часть экспонатов появилась здесь благодаря местным жителям. И в свой 95-й день рождения музей решил сделать всем своим гостям подарок – новую выставку музею «Передано в дар». В нее вошли самые яркие и интересные экспонаты из археологической, этнографической, оружейной, спортивной и других коллекций, представленных в музее. Любой, даже не родившийся здесь житель города, может стать или чувствовать себя, что он здесь родился. Потому что он, проникновенно пройдя через все экспонаты музея, знает историю. По большому счету, он чувствует, что те люди, которые в этом городе что-то делали, творили историю, он уже с ними становится знаком. И он, по сути дела, становится настоящим патриотом своего города. Кстати, сам Анатолий Пахомов тоже решил помочь в пополнении коллекции музея. Глава города пообещал передать редкие фотографии из архива администрации Сочи. Галина Захарова, Борис Осин, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.